на какой-то какая-то галерея в интернете про нее что написано зайдем посмотрим друзья на гуляя по апатитам я вот на вкус на арт-музей арт-центр вот здесь хозяин это студии станислав никонов согласился рассказать об этом арт-центре и показать свои работы чай исполнилось ровно нашему творческому центру арт-артикло в течение года мы провели довольно много выставок и вот сегодня тоже открытие двух выставок сборной выставки по живописи старых лет работ выполненных 5 10 даже 20 более лет назад ну на тему кероск апатиты отражает нашу но природа здесь в основном да картину как начиналась на здесь узнавая виза внимательно присмотреться можно узнать много пейзажей окружает наши города у меня рассказывают что хибина здесь самый красивый природные горы пейзажи советовали съездить на посмотреть но у нас возможности такой нету нужно художник нужно горы нужно равнина нужны озера здесь все это есть до призыва меняется на каждом шагу никогда не скучно природа здесь впечатляет интересно и вторая выставка наша это выставка из франции русская девушка уехала вышла замуж за француза и занимается вместе с мужем фотографии вот ее работы это фотографии что я думал картины сурикова ирина привезла свои фотографии и она здесь сейчас в апатитах на пульс но сужен придет ухты зубы и дальше здесь фотографии ее мужа не помню так зовут сейчас посмотрите ли она тенаде я еще даже и не обратил внимание этот уголок фотографии высотных зданий из степа и бетона парижа гамбурги на и на зеркале разрешено как будто это одна экспозиция то есть специально специально у меня этот фотоаппарат к года три или четыре я до сих пор не умею фотографироваться постоянно чита нажимая кручу и люди взялись и как бы профессию свою сделали это я долго выбирал фотоаппарат что-то канон ником я к выбрал там попалась информация что-то матрица вроде сильнее и видео больше может снимать а кто-то мне ляпнул из менеджеров магазине что никон типа если долго снимаешь видео то матрица может попортиться я поверил ему и пил не этот кэнон а правда это не правда я не жаловался пока объектив не сломал сукнул там все проснулся и на нее фотографии как картина как будто нарисованы как будто нарисованы но это постановочная фотография нажимаем дримировала можно и сама дримировалась санислава вы про свою работу расскажите вы править который мне рассказали это вы ищете его специально дерево это как вам попадается где-то вы нет на море на белое море собираем на 3 сырое дерево называется топля плавает в воде выбрасывается на берег опять уходит в море опять выбрасывается тут солнце соли морские они высушивают вытравливают дерево и передают определенный в общем цвет форму то есть вы просто берете рисуете что-то собираем потом высушиваем это дерево и потом я на нем рисую иногда она сама подсказывает да что-то там структура дерево сама подсказывает вот здесь интересно что вся доска была серая это называется наступление полярной ночи это по середине как один кусочек был той прикрыт другой доской остался светлым как свежее дерево и сама подсказала идею что это как солнце свет идущий оттуда но все остальное я закрасил темно да здорово вообще спасибо это лангог прошло это лангога тоже интересные моменты есть он думал что ему в рокот засунуть но так получилось часы а там стрелки отвалились было представляли о том что вот человек вошел в историю искусства в историю человечества провел бедную несчастную там нищую жизнь теперь он навечно вписан его имя в истории искусства а потом слушал передачу услышал последние слова лангога а печать будет длиться вечно и сказал понимать сказал эти слова и застрелился из ружья получился образ лангога в последние моменты много знающий много понимающий с горьким опытом жизни это полгоген прочитала биография показала что детские года где-то до шести синих лет мать увезла его в перу дядя был каким-то наместником у него много рабов этих индейцев большие поместья но он жил в общем-то очень хорошо и неплохо но потом дядю сместили и пришлось вернуться вопрос ну и лангог тоже до 40 лет был брокером на бирже ничем успехов не даст их что ли или клюнул на все эти деньги была большая семья где-то трое детей кажется ну 40 лет ему захотелось точку должен быть все бросил и себе и работу про ван гога я знаю только то что он себе отрезал нарисовался а потом они с ван гогом же и собирались уехать на острова южные но ван гог потом отказался ехать где уехал писал письма ребята приезжайте ко мне тут здорово жертва падает прямо с неба кокосы и бананы много-много-много молодых красивых негритян ничего не поехал сегодня в рай не поехал в такой на ван гог ван гог не повернул а вот про этого художника чу может скажите под слов то что вы мне рассказывать которые которых это анатолий мишин анатолий мишин художник из нынчегорска очень увлеченный человек на него существует только живопись больше ничего не волнует нет он еще учили люди возили но саняслав рассказал что деньги вообще не интересно только картина природа все ну не скажу что ему наверно интересно ну как бы это он работает в первую очередь для себя кто откажется от хороших денег за свою работу и ну допустим я вот работаю в строительстве мне вот если приложит зарплату больше чем в этой фирме которую я работаю но мне свою профессию художника не обменяю не предаст вот здесь вот что-то камень какой-то интересный видел кстати по интернету видео там пар какой-то тоже каменных скульптур или камней что-то вот думаю дойти до что это в таком данном состоянии находится вот спасибо за экскурсию здорово было много узнал интереса у нас все началось с магазинчиком который мы загадили мы продолжаем эту тему здесь ух ты если на корейских полосах камнями славится потому что что-то в интернете открываешь камни камни у нас каждые камни разничных пород больше чем на урале пусть чем на урале может не по объему а по количеству название на руси монгол татар и он дошел не дошел до великого новгорода ста километров это день пути татар они по 100 километров в день все это войско двигалось у каждого монгола было по три лошади они пересаживались и скакарливались опор и как говорят предельно мамай сон приснился что он был будет какие-то сильные неприятности быстрее всего просто александр невский тогда был князем встретился с послами они договорились о том что александр невский будет оплатить дань хану и будет его сувереном как по-моему еще нам сказать будет его поддан а хан обещает в случае чего свою помощь борьба между князьями бываете между усобицы ну а что как я понимаю чтобы заплатить эту дань александр невский собрал войско и отправился на кольский полуостров и всех отсюда выгнал чертова матерь в финляндию в швейцах и заселил русскими читают такое не знаю не знал а не очень об этом говорят потому что александр невский обвиняют сговоре скала что он предал интересы там да договорится захватчиком он очень мудро поступил вот захватив польский полуостров он почти всю дань и собирал на польском полуострове из-за красной рыбы туда из-за всего южный берег польского когда вот они шли на нерест там был засыпан просто рыбы а на эту рыбу собирались медведи и тут был рай такой медвежий а надо было шкуру медведя шкуру медведя волка шкуру куницы так и много всяких зверей с каждого человека дать я не знаю за год или за несколько лет и вот собираю свою дальность этих местных товарищей александр невский покупал людей которые попадали в рабство население своего княжества увеличен а сколько лет этим родственных тысячи лет к 4000 лет здесь люди выживали здесь холодно темно сейчас и может быть даже счастливы и 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 , и и и Продолжение следует...